всем привет это обзор лего его аналогов от калина красный и сегодня у меня в обзоре 4 китайскими фигурки от компании син на канал возвращается любимая многими подписчиками рубрика про китайскими фигурки почему давненько не было обзоров да потому что они выходили интересные паки у китайцев были некоторые такой проблемы с авторскими правами не выходили давненько любимые многими и бесконечные клоны от компании син но вот выпускает она вновь очередной пак из 8 фигурка по аэрбордом в паке было восемь клонов одного типа я не стал их покупать все 8 ну потому что не вижу в этом уже давно смысла взял именно те подразделения которые мне интересовали больше всего по принтовке и по аксессуарам у клонов появилось новое оружие которое мы вскоре рассмотрим минифигурки я брал на алиэкспрессе ссылочка как всегда вы знаете где будет в описании под постом так что обязательно подписывайтесь на группу вконтакте телеграм-канал там укладывали все новинки лего и его аналогов что же давайте не буду вас томить давайте вскрываем их и смотрим их более детально итак нашими фигурки собраны и мое традиционное предисловие я хочу вам сказать что все отлично несмотря на то что это был старт продаж я их покупал на старте продаж мифигурки мне попались хорошие все качественные вообще на самом деле сложновато испортить клонов учитывая что я думаю китайцев уже куча их отливок куча этих там по печати разновидности этих печати но так или иначе иногда усины у других компаний бывают косячки на старте продаж но здесь все прям отлично меня все радует и принтовка и качество пластика не стал я на них надевать их дополнительную броню эту нашу любимую но потому что уже много раз мы и увидели в обзорах моих что же давайте начнем наш обзор начнем обзор мы с аэрборна вульф пака отличными фигурка принты мне кажется немножечко конечно темноваты скажем так более какие-то в синий оттенок они отдаются не такой был вульф паком очень позже сравним с воемовским отличная принтовка мне все нравится детализация как всегда пушечная очень нравится как пропечатан ком-линк дыхательный канал интересно сделанная эмблема вульф пак у нас также хорошо пропечатана вроде у нас визор на месте все отметки тут быть какой-то небольшой косячок по печати но это не так страшно сзади у нас принт выглядит вот так все у нас на месте самое интересное что мы видим этим фигурках это тканевая кама китайцы себе не изменяет спасибо им за тканевую кому да и за пластиковую тоже у каруита она мне тоже нравится к сожалению у лего мы такого больше не увидим все же как ни крути но тканевая или пластиковая кама выглядит все же круче чем вот эти принты лицо уклона стандартная синовская не такое недовольное эмблемка у нас на плечнике тоже хорошо пропечатана пластик мне понравился принципе по печати косяков нет единственное что мне нравится это оттенок мини-фигурки но и давайте сравним ее своем 2 мини-фигурки но вы прекрасно видите что в м больше уго réд по детализации максимально digitize ации ребятки и также немножечко немножечко отличается отливка молд шлема у в м она ну скажут так более детальна и вот вот скандарт поэтому носу по горбинке видно что отличается у нас шлем и если прям сматывается смотрится я это делил вы видите прекрасно сравнение и цвет цвет все таки вот здесь мне больше нравится чем у ребяток у сен тут уже не придраться ну а также прекрасными фигурки кому какая больше нравится но скажем по детализация мне больше нравится конечно в следующем не фигурка это нас эрборна с дженозиса и здесь самое интересное это новый аксессуар виде пусковой ракетной установки по моему не было и еще не было китайцев если я ребят не прав то обязательно пишите в комментариях себя исправлю в дальнейшем но вроде как не встречалась она по что я вот не трубу не припомню небольшая куча кипа разных китайских оружия винтовка по звездным войнам вообще по другим вселенным я не пропомню что мне такая вот валялась штука что я бы по любому себе такой взял вот такой он достаточно пестрый не знаю уместно это или нет сравним сейчас чуть позже с оригинальной лего с коми фигурка эрборна деталировка брони она у всех естественно одна и та же и она схожа как и у всех эрборнов на здесь патронтаж имеется также у нас вот здесь интересный патронтаж тоже есть прикольно что здесь он есть у других нету все-таки такая знаете маленькая но отличие у других клонов деталировка здесь у нас на ногах на руках камлинг на месте все пропечатано но какой-то знаете такой вот пестрый цвет но не очень не очень хороший на мой взгляд не совсем ему идет слишком мне кажется бы он выделялся на джинозисе цвет кстати говоря больше приближен знаете к дроидам b1 которые были на джинозис во втором эпизоде также у нас смотрите как все пропринтован и весь шлем пропринтована 360 как у нас будет лицо давайте посмотрим здесь у нас какой-то злой нож как он видимо идет в атаку и сравнение оригинальный леговский шлем у нас справа видите он также отличается то есть у китайцев своя отливка шлема у каждой компании на практически своя но но видите прекрасно отличие здесь отличается немножко дыхательный канал он здесь скажем так более изысканным более не такой широкий здесь прям слишком широкий у китайцев но не знаю такая придирка кому как нравится опять же но цвет все-таки цвет и именно камуфляжная деталировка мне больше нравится оригинала уж простите мне фигурка хорошая но оригинальных айборнов можно найти я не стоит не так дорого здесь бы я конечно бы был лучше оригинальными фигурку ну и конечно же для сравнения шлема всех трех китайских ведущих компаний и леговского сравнению нас леговский это наш шлем а аэроборна откроет это у нас син и в м-блокс скажу так чтобы не приглядывались что у нас откроет вот этот шлем он более такой каноничный более приближенно к леговскому по канону у нас син и в м по-своему отличаются видно что визоры у нас у каждой фирмы практически свои мне кажется что у син более точное попадание по визору увы манки ну и зачем они сделали прям такие вот не острые а именно тупоугольные возможно укрыть немножечко такой вытянутый шлем ему это не идет хотя из-за принтовки тут непонятно что у легов такой но скажу вам так что так или иначе каждые шлема свои фигурки подходят у каждой китайской компании он свой и тут уже знаете на вкус и цвет товарищи нет кому какой больше нравится следующий аэробор нас из 187 легиона у нас из аксуаров винтовка стандартно убираем ее и получаем точно такого же клона как и других но в других цветах такая же у нас отливка шлема такие же нас принты именно по деталировке все на месте все хорошо цвет мне нравится здесь он такой не перенасыщенный не слишком яркий вроде как схож с оригиналами к сожалению нет оригинальными фигурки сравнить не могу но если по картинке то плюс-минус на мой взгляд каждого тоже своя цвет коррекция камлинг у нас деталировочка все на месте отлично у нас естественно здесь тканевая также тканевая кама принты у нас там имеются и как у нас выражение лица есть какой-то немножко такой грубоватый серьезный клон последними фигурка которую я решил взять из данного пока это у нас аэроборн шок трупперы взял его основа из-за ракетной пусковой остановки которая вообще просто пушечная мне очень нравится как она сделана и и деталировочка со скрипом поднимается рука как аксессуар для различных стоп-мошен для просто для коллекционирования армии клонов я знаю что многие ребятки покупают китайских клонов для создания своей личной армии вообще отличный аксессуар чем отличие этого аэроборна в том что каму не у него другого цвета и это круто это выделяет его мне очень нравится такой знаете ну насыщенный телесный цвет не коричневый а такой больше телесный прикольно выглядит принтовочка молодцы справились здесь у нас классические вот эти полосочки ушок трупперов немножечко вот эти как будто бы ну не совсем хорошо ложится краска видно что из-за форм трудно доступные места у нас тут а грудь одна покрашена в красный также имеется полосочка белая но отличается естественно другой клон другое подразделение другие полоски у нас изображены но в общем другое подразделение другая и окраска вот так выглядит наш клон сзади принтовка все целое все принты на месте именно на толстике на ногах и выражение лица здесь просто такое но это не ухмылка просто тоже сердитый клон ну и для сравнения новые новейший клон наш шок труппер с аэроборном китайском по цветам по цветам немножко отличается но в принципе более-менее схожи увидеть прекрасно что похоже похоже ребятки но немножко конечно какой то здесь цвет плавающий в отличие от но надо достаточно насыщенного ляговского по итогу ребята отличные хорошие клоны качество пластика на четыре с половиной качество принтов тоже на четыре с половиной брать целый пак я не рекомендую это бессмысленное занятие да и делать обзор на весь пак тоже на мой взгляд бессмысленное занятие а взять вот таких нескольких парочек или кого-то и единично то есть не единично 5 вольф паков или там сто седьмого сто восемь седьмого легиона или еще как-то имеет конечно же смысл для пополнения своей армии клонов я однозначно рекомендую данными фигурки к приобретению у меня на этом все обязательно подписывайтесь на канал пишите комментарии покупали ли вы этот пак или будете покупать вступать в группу в контакте и телеграм-канал где мы выкладываем все новинки лего его аналогов всем пока